Музыка Приходилось сидеть пять месяцев вот так, днём и ночью, не раздеваясь. Я пересмотрела все фильмы, боясь ночью его уронить куда-то. Сегодня первые месяцы жизни Максима и его мама вспоминают с улыбкой. Однако девушка признаётся, тогда было не то, что не до смеха, даже на слёзы сил не оставалось. Только так верхом на фитболе малыш, испытывающий колоссальные для детского организма боли, успокаивался и хоть на миг засыпал. Максима выписали из роддома полтора месяца с диагнозом ДЦП. Молодые родители готовы были в тот же день приниматься за реабилитацию, но болезнь диктовала свои правила. Выписали домой, было 12 препаратов. Утром 12 препаратов, днём и 12 вечером. Страшное время на самом деле было, и он всё время плакал. Вот он плачет, плачет, плачет. Ему что-то больно. Мы не можем понять, ну что его... Мы и так возьмём, и так... И хотя бы на одной стороне ему было как-то легче, да, на другой стороне его прям совсем тянуло, прямо его сводило все мышцы. Ну, это было очень больно, страшно, конечно. Поднимай руку правую, Максим. Давай, поднимай, поднимай. Давай, 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 давай. Он так молодец! За такими маленькими победами стоит долгая работа родителей, специалистов и, конечно, самого 4-летнего Максима. Из-за атонии мышц мальчик сначала испытывал боли, а теперь с трудом может сделать самостоятельные движения руками или ногами. Однако сдаваться в этой семье не привыкли, поэтому детская комната за считанные месяцы превратилась в настоящий реабилитационный зал, где есть место не только тренажёрам, но и качелям, правда, тоже специальным. Для развития вестибулярного аппарата им же надо всё время в пространстве как-то себя ощущать. Конечно, ему нравится. Как и все дети, он любит на качелях качаться. Нравится кататься Максиму и на обычных качелях. Мальчик до сих пор с трудом держит голову. Но на улице, чтобы не оставить ничего и никого без внимания, усердно изо всех сил смотрит вперёд. Изначально были не то что страхи, а такая досада, горечь, что вот наш ребёнок не такой. Мы возлагали на него надежды. Мы надеялись, что я буду с ним играть, буду его учить чему-то. Но, к сожалению, сейчас я не могу этого сделать. Сейчас самое главное, чтобы он научился разговаривать и хотя бы сидеть. Для нас это такая высшая цель. Пока ещё едва слышно, немного стесняясь, Максим произносит звуки. В его словаре уже есть и первое слово – «надо». Так малыш теперь не только обращается к маме с просьбой, но и стимулирует себя на совершение новых подвигов. У нас появилось три звука, которые Максим хорошо произносит. А, У, И. Ну, вот со звуком И мы сейчас только вот недавно начали работать. То есть для него это новый, маленечко тяжело ему произносить, но с моей помощью у него всё получается. Сейчас Максим всё больше времени проводит сидя. Малышу не только нравится заниматься. Он готов часы напролёт рисовать, лепить из пластилина или просто смотреть мультики. Однако занять комфортное положение из-за подвывиха тазобедренного сустава не удаётся. Решить проблему можно с помощью специализированного кресла, стоимость которого – 242 500 рублей. Приобрести самостоятельное дорогостоящее оборудование «Семья Максима», где все средства уходят на оплату реабилитационных занятий, не в силах. Помочь Максиму можем мы с вами. Отправляя СМС-сообщение со словом «Чудо» на номер 7878, вы жертвуете 70 рублей на помощь мальчику и другим участникам проекта «Ты ему нужен». Познакомиться с нашими героями и оказать поддержку можно и через интернет-сайт www.helpdefeastchildren.net Помогать легко. Сегодня именно ты нужен Максиму Васильеву.